Николай Федорович, рассказывайте, куда мы сейчас пришли. Это, я так понимаю, однолетнее поле. Это первое поле однолеток. Мы с вами были со старта на посеве ореха в школу кусеянцев. После этого они растут год. Мы их копаем, прививаем зимой и где-то в марте-апреле высаживаем. Вот тут в марте этого года высаживались эти прививки. Они выросли без орошения и без азота. Именно так они выросли. Они очень хорошо сформировались. Они, видите, какая у них древесина. Зрелая древесина. И вот эти, вы там видели гиганты, такие в мой рост и больше, да? Так вот, на будущий год это поле будет таким же самым. То есть выше, ну, по два метра они будут? Да, они будут по два метра. По технологии мы их укоротим на два глазка весной, в марте месяце. Выставим эти тычки из акации, натянем нитку. И в течение лета будем с ними работать, они к осени будут моего роста и выше. Это будут товарные саженцы. Это поле однолеток. А продажа когда саженцев начинается? Ну, когда мы их выкопаем, да. Осенью. Да, мы говорили о том, что листья желтеют, скоро опадут. Это в конце октября мы будем копать. И в конце октября, ноября будет выкопка и продажа саженцев. А эти малыши, они еще, их ждет еще один год роста, они будут расти, укрепляться. И когда они будут вот такого размера, тогда мы... Ну, эти, соответственно, больше пересаживаться не будут. То есть вот здесь они на второй год. Да, здесь они, вот ту ситуацию, которую мы видели, мы... Да, посмотрим чуть попозже. Посмотрим попозже, значит, второе поле. Значит, они вот через год будут такими. Значит, ну, два метра больше. Отлично. И давайте поговорим про прививку. Я знаю, что у вас там есть какой-то свой способ прививки. Вот мы сейчас малосию раскопаем. Вот это вот место прививки. Оно было обработано специальным парафином антигреф. Парафин не из дешевых. Он способен хорошо консервировать место прививки вот здесь. А сейчас можно этот парафин снимать тоже? Ну, в принципе, для того, чтобы вам показать прививку нужно. Он сам отваливается, по его качествам. Вот сбоку можно посмотреть, чтобы сбоку хорошо видно. Вот это вот привой. Вот язычок привой, а там подвой поднизу. Ну да, понятно. Вот так вот. Это работа кропотливая. Мы ее делаем вручную. Технику не применяем, потому что вручную все же приживаемость значительно выше. А есть специальная техника, что ли, да? Есть прививочные машины. Омега. Есть топ-графтеры. Но человеческие руки все же дают лучший результат. Приживаемость у нас до 98%. Вот хорошо видна граница. Вот она. Вот это вот привой. Привой. А под низом подвой. И каждый саженец такую конструкцию имеет. И это вы сказали в феврале, да, происходит? Февраль, март. Прививка, да? Да. После этого стратификация привитые компоненты подвой-привой выдерживаются, ставятся в опилке. И выдерживаются на стратификации 22, 24, 26 дней при температуре 26-28 градусов. Они срастаются, образуются калусом, их обрабатывают парафином и высаживают на поле. И они растут здесь. Вот видите, они немножко подвяли. Видите? Они не буйствуют в росте. Вот то, что говорил Мичурин. Мы должны их не в негеохоле, а в суровых условиях выращивать. Для того, чтобы в дальнейшем... Такие же, как они будут выращиваться. Да. В дальнейшем они уже, значит, будут себя намного лучше чувствовать при посадке на поле. Постоянное место в Ореховом саду. И, соответственно, их не укрывают, ничего? Нет, нет, нет. То есть, не требуют? Вот они, как вот, при посадке были. Здесь были большие холмики. Холмики постепенно в течение лета от пришелки разрушились. И мы имеем то, что имеем. Сколько здесь растений? Здесь в пределах 148 тысяч. 148 тысяч, да? И, соответственно, сажаются, они выкапываются вручную. Ну, вернее, не вручную, а механизмом. Сажаются сажалкой? Нет. Какой-то или... Нет, имеется в виду, эти как сажались. Да, да, да. Один из нас есть специальная машина для посадки. Которую мы, ну, сделали совместный гибрид лесопосадочной машиной. Ну, да, лесопосадочные можно брать. За основу. А уже наши умельцы ее улучшили, доработали. Мы на машину высаживают один ряд. На ней садят четыре оператора, которые... Четыре оператора? Четыре оператора. Два подают, а два издаляет саженцы. Сзади идут люди, которые их подравнивают, подтаптывают и потом окучивают. Ну, а какой-нибудь там загортач там сделан? Нет, загортача нет. Нету, да? Мы должны сперва их уплотнить. В лесной машине лесопосадочной, там есть загортач, потому что там все идет достаточно примитивно. Может, потому что лесные породы, они более устойчивые, выносливые. С ними не надо... Неприхотливые, да, наверное? Да, неприхотливые, скажем так. А это требует забот. Это, кстати, сорт кадрини. Видите, он, в отличие от других, он развивается более активно. И мы его именно для России рекомендуем, потому что он наиболее, вот из наших сортов, он наиболее морозостойчив. Он переносил зиму 36 градусов, 36,3 и отлично переносил, даже плодоносил. То есть вот мы видим, что они разной высоты, да? То есть это разные сорта. Вот три ряда, вот раз, два, три, вот раз, два, три, четыре ряда, это есть сорт кадрини. Он сразу отличается и по виду, и по цвету, и по виду. Вот видите, как он развивается. Да, 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 да. Николай Федорович, расскажите, пожалуйста, а вот 200 сортов вы сказали на сорта испытаний, выбираете там 5-8, да, на размножение? На сорта испытаний это неправильный термин. Есть из сортов коллекции, генетической коллекции, генетический банк. Есть одно дерево, есть два дерева, есть пять деревьев, есть 40 деревьев. А в целом, скажем, есть коллекция, в которой более 200 сортов у форма ореха. И из года в год погода не стандартная, не под копирку, бывает сверх засуха. Какие-то сорта как-то реагируют. Один сорт, который вроде фаворит, в этих условиях полностью потерял позиции. Другой сорт, который, скажем, золушка, он себя проявил. И год, вот, например, как 2019, первая половина у нас, например, за 10 дней апреля выпала 159 миллиметров осадков. Три месячных нормы. Значит, сорта есть, которые начали болеть бактериозом. А другие на него не отреагировали, они имеют устойчивость генетическую. И тут уже, как говорится, для специалиста открытая книга. Сорт реагирует, ага, зима будет с морозом, вот у нас было 34 градуса, 32 градуса. Некоторые сорта подмерзают в равных условиях. А некоторые сорта даже не заметили. Это тоже своеобразная, на этом осилке, скажем, испытывается природа. Сама природа, она создает условия для тестирования. И вот если мы, например, говорим, что по Дарвину теория выживания, значит, скажем, происхождение видов, совершенствование видов, в каких-то, какой-то вид, в каких-то условиях он не выдержал, исчез, а другой пережил. Приспособился к изменяемым условиям. Он приспособился, и в данном случае он продолжает развиваться. Ну, а у вас вот есть какие-то, я не знаю, там планы, что вот на следующий год я буду размножать вот такой-то сорт и так далее? То есть как это решается? То есть это диктует, я не знаю, рынок или вот только погодные условия или как вот? Значит, как это решается? Это решается, скажем, два фактора. Это рынок. И в данном случае очень востребован сорт песчанский. Дальше. Трифановый латерал, мы его пока еще не можем размножить в достаточном количестве. Увидели его качество. Увидели, какое дерево здоровое, там болезней абсолютно нет. Значит, естественно, очень много желающих. Мы сейчас делаем акцент на размножение Трифанового латерала и песчанского. Но вот такие моменты возникают, жизнь нам подбрасывает, скажем, подарки неожиданно. Вот как курский. Курский, да. Сорт совершенно отличных качеств. Вкус не хуже, чем у Трифанового латерала. Светлое ядро. Светлое ядро для меня не является чем-то, ну, скажем, особо интересным и важным. Потому что цвет ядра, он отражает содержание юглона, йода. В орехе. Если он шибко светлый, как Чандлер, там практически юглона нет. Но на рынке он востребован. Должен быть желтенький. Он лучше, чтобы был коричневым и горьким. Если он горький, значит, у него много йода. Ага, вот так вот. А вот, например, начали бы вы, скажем, искать чеснок, который не острый и без запаха. Или лук, чтобы он был сладкий и без запаха. Мне не нужен такой лук и чеснок. Так в том-то и дело, это уже не лук и не чеснок. Это грубая подделка. Каждый товар, или, например, ну, горький сладкий перец. Ну, мы имеем сладкий перец, болгарский перец. Имеем смеси, да, мы их потребляем. Но мы хотим здесь есть борщ с горьким перцем, да? Точно. Или когда ты простудился, хочешь стакан вина скипятить с перцем. Все разговоры в Молдове так или иначе возвращаются к вину. И вот сейчас, я думаю, что наступил момент побывать у нашего такого искренного молдавского винодела. Постоять возле кады, попробовать молдавского бужиле бродящего. Приглашаю вас. Отлично. И вот так вот, друзья, мы плавно перемещаемся от орехов к виноделию. Но к орехам мы еще, безусловно, вернемся. Мы будем снимать очень много. Поедем смотреть поле второгодок, да, второе поле. Второе поле, да. Да, и будем смотреть, как собирают урожай, как трясут деревья. Трифонов латерал посмотрим. Если мы протестируем, сколько его уберут, это тоже интересно. Да, да, да. Такая у него урожайность. Качество вы видели, вкус пробовали. А сейчас вот, в общем, значит, всем хозяйствам трясут это дерево. Сейчас, как оказалось, дерево трясут аж целый час, как минимум. Да, если такое дерево. Огромное дерево, да. Поехали смотреть. Да. Огромное дерево.